Здравствуйте, меня зовут Глеб Олегович Плеханов, и я расскажу вам о системе Мобильный Инспектор. Система Мобильный Инспектор предназначена для автоматизации службы инспекторов, занимающейся обслуживанием абонентов и выявлением самовольных подключений к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения. Основная часть системы – это автоматизация работы с заявками на выполнение работ. Заявки могут поступать из различных источников. Это система «Дело Веб», система «Пирфизлица», сайт водоканала, а также приложение «Старший Инспектор», которое входит в состав системы «Мобильный Инспектор». Если система поддерживает функционал RESTAPI, то это такие системы, как «Пирфизлица» и сайт водоканала, то заявки с них могут поступать в сервер системы «Мобильный Инспектор» автоматически. Если же система не поддерживает данный функционал, то заявки заносит уже специалист через последствия приложения «Старший Инспектор». Сервер системы «Мобильный Инспектор» состоит от HTTP-сервиса, который занимается распределением заявок по инспекторам, собирает и записывает данные о перемещении и работе инспекторов в базу данных и файловое хранилище. Работа сервера построена на тронной карте города в формате GIS-Zulu, где имеется информация о подключенных абонентах и инженерных сетях водоснабжения и водоотведения. Далее сервер распределяет заявки по инспекторам, по их мобильным приложениям. Вся территория города поделена на зону обслуживания. Каждому инспектору определяется определенный район для работы, и все заявки с этого района приходят назначенному инспектору. Кроме этого, если другой инспектор будет находиться в непосредственной близости от места заявки, он также получит эту заявку, и в системе имеется функционал, с помощью которого инспектора могут договориться между собой, кто из них будет выполнять спорную заявку. Далее, если необходимо, инспектор договаривает с абонентом о времени посещения и вводит время посещения в систему. Система может выстроить заявки в порядке удаленности и времени посещения. По каждой заявке инспектор выполняет работу, создает необходимые акты и делает фото с места работы. Акты, фото и данные о перемещении инспекторов передаются в сервер системы. Акты рассылаются абоненту на электронную почту и мессенджеры, такие как Viber, WhatsApp и Telegram. Также акты и фото доступны для просмотра из приложения «Старший инспектор». В приложении «Старший инспектор» можно посмотреть отчеты о работе как каждого инспектора, так и инспекторов в целом. Данные о работе инспекторов можно экспортировать в Excel с целью формирования каких-то нестандартных отчетов. В приложении «Старший инспектор» можно также просматривать маршруты передвижения каждого инспектора и формировать зону обслуживания инспекторов. Сейчас я это продемонстрирую на примере. Вот перед нами окно приложения «Старший инспектор». Как видно, оно состоит из списка заявок, панели семантической информации, где подробно указаны характеристики каждого объекта, панели карта и панели дополнительной информации, а также фильтра для удобства просмотра заявок. Основная часть заявок приходит из сторонней системы, это PIRF из лица, а лишь небольшая часть заявок создана специалистами при помощи приложения «Старшего инспектор». Создадим заявку. Выбираем «Потребители» и выбираем интересующее нас здание. И как видно, по зданию вся информация занеслась в базу автоматически. Выбираем «Организацию». Вот у нас появился список организаций, имеющихся в здании. Этот список мы получаем из системы 1S FORUS. Выбираем интересующую, а также вносим все недостающие данные. Далее сохраняем заявку. И как видно, она у нас появилась в списке. При сохранении у нас автоматически добавился источник заявки. Я сейчас зарегистрился под Александром Федоровичем Матвеевым. И время принятия. А также система автоматом определила инспектора, к которому будет направлена заявка. Сейчас я покажу, что появится на телефоне у инспектора, то есть на его мобильном приложении. Принимаем заявки. Вот мы получили нашу заявку. Если мы собираем с этой заявкой работать, нам необходимо ее принять. Принимаем. Договариваемся с абонентом о времени посещения. И вводим данные. Ввели данные. И в назначенное время посещаем абонента. При посещении абонента выполняем необходимые работы. Инспектор выполняет по заявке. А также создает акты и делает фото, если это необходимо. Вот, например, создаем акт. Выбираем шаблон. Нас интересует акт осмотра ДПУ юридического лица. Шаблон номер 6. Как видно, часть данных записывается автоматически из заявки. Это FIO абонента, адрес абонента. А часть данных приходит из системы 1S FORUS для юрлиц. Это вот номер прибора учета узла, учета холодной воды. Показания. Вводим недостающие данные. Ввели недостающие данные. И делаем далее. Подпись представителя водоканала у нас присутствует. Теперь надо, чтобы в акте расписался сам абонент. Делаем подпись за абонента. Далее. И вводим примечание. То есть заключение для акта. Примечания выбираются из списка, уже предустановленные. Чтобы инспектору было легче вводить. Например, вот примечание, что прибор учета не учетовый малый расход воды. Сохраняем. Сохраняем акт. Акт у нас создан. И вот он у нас появляется в списке. При необходимости мы можем его скачать и просмотреть на мобильном устройстве. Также автоматически этот акт отсылается на электронную почту абонента и на электронную почту специального подразделения, которое занимается юридическими лицами. Также мы можем добавить фото. Но в целях экономии времени я это делать не буду. Теперь смотрим, что у нас появилось на приложении Старший инспектор. Обновляем список заявок и выбираем интересующую нас заявку. Как видно, у нас появляется список актов. И вот наш созданный акт. Мы его можем здесь просмотреть. У нас есть данные только по учету холодной воды. Остальные данные по тепловычислителям и приборам учета горячего водоснабжения нас в данный момент не интересуют. В приложении Старший инспектор мы можем также отследить маршрут передвижения каждого инспектора. Для этого указываем дату. У нас уже указано. И вводим галочку маршрут. Так и вот видим, как в течение рабочего дня передвигался данный инспектор. Кроме этого, мы можем также посмотреть, когда он был в какое время. То есть вот здесь у нас есть маркер в виде такого кружочка с точечкой. И показано время, когда инспектор был здесь. Двигая вот этот бегунок, мы можем отследить за его перемещением. Также в системе имеется фильтр для просмотра заявок. Одновременно он же является инструментом для создания отчетов. Вот, например, мы можем сейчас весь этот список заявок по указанному фильтру экспортировать в Excel. Так вот, экспорт выполнен. И уже в Excel можем сформировать какой-то нестандартный отчет. Также можем эти заявки распечатать. Также в системе имеются справочники. То есть это уже какие-то предустановки, которые могут вводиться обслуживающим персоналом. Например, старшим инспектором. Вот, например, заключение инспекторов. Вот здесь указаны все стандартные заключения. То есть это сделано для того, чтобы инспектору на месте не надо было вводить лишнюю информацию для ускорения его работы. По приложению старший инспектор у меня пока все. Сейчас я хотел бы подвести итог, что нам дает использование системы мобильный инспектор. Для ОВД канал. Это введение электронного журнала заявок с историей по каждому объекту. Контроль исполнения заявок. Также исключение ошибок при составлении актов путем выбора из выпадающего списка. Сокращение времени составления актов. Контроль и учет рабочего времени каждого инспектора с учетом их перемещения. Исключение необходимости сканирования актов для документа оборота. Выявление самовольного подключения с помощью карты сетей. Подключение заявок, информация об абонентах, объектах расчета, приборов учета и прочее. Для абонента это то, что документы имеются в электронном виде, легко читаемо. Также сокращение времени работы с инспектором. Возможность получения информации по статусу заявки у специалистов Центра обслуживания населения. А также легкое восстановление документов в случае их потери. Спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы.